Не стоит недооценивать этих ребят. Ведь несмотря на небольшой размер, они способны доставить много проблем. В их пасти прячется грозное оружие длиной 2,5 см. И самое опасное то, что они часто нападают группами. Вы на канале ЗнайТебр. И сегодня мы посмотрим на этих наглых и часто жестоких попрошаев. Макак. Не забывайте оценить это видео и подписаться на канал. А мы уже начинаем. Знакомьтесь, это макаки. Род приматов, принадлежащий к семейству мартышковых. И насчитывает он целых 23 вида. Обитают такие животные преимущественно в Юго-Восточной Азии. И если вы там встретите обезьяну, 99% она будет именно макакой. Это средние по размеру обезьяны, которые в длину не превышают 80 см, а их масса достигает 15 кг. При этом самки где-то в 2 раза легче самцов. Но макаки обладают очень крепким телом и развитыми конечностями. Буквально с рождения малыши способны крепко держаться за мать и путешествовать вместе с ней по деревьям. Да и по каменным стенам они тоже лазают превосходно. Хотя основную часть времени обезьяны проводят на земле, отыскивая себе еду. Это всеядные животные, но предпочитают они растительную пищу. Например, они просто обожают фиги. Если макаки находят такое дерево, то оно на некоторое время становится их домом. Кстати, чтобы не есть на ветках, они набивают плодами свои защечные мешки и потом уже на земле неспешно поедают их. Макаки ловко отделяют мякоть от косточек и выплевывают их как семечки. Очень удобная система хранения. А вот этот плод доступен не каждому. Это джекфрут, который может весить более 30 килограмм. И первым его всегда ест альфа-самец. Затем к еде подходят другие высокоранговые самцы. И только потом альфа-самка со своими ближайшими родственниками. Все они стараются максимально наесться. И обезьяны также набивают защечные мешки, делая свои лица вдвое больше. При этом подобная очередь образуется при нахождении любого лакомства. И ананас тоже в этом списке. Хотя некоторым никогда не светит такой пир. Это низкоранговая макака, которая вынуждена довольствоваться коренями и личинками. Даже несмотря на то, что она беременна. У макак идет жесткое разделение на ранги. И такие обезьяны во всем последние. Даже при ночлеге ей достается самая нижняя ветка. Тогда как другие обезьяны забираются на верхушку дерева. Это очень уязвимое место, ведь ночью в лесу полно леопардов. Но ночь благополучно прошла, и эта самка родила детеныша. Теперь ей нужно питаться еще лучше, ведь полгода малыш зависит от молока матери. Однако более высокоранговая самка проявляет интерес к детенышу. И даже похищает его. И мать ничего не может сделать. Это очень опасно, ведь в жару малыш быстро теряет влагу, и ему нужно молоко. Так продолжается два часа, и детеныш безуспешно пытается сосать грудь похитительницы. Но у нее нет молока. Тогда мать решается на риск и забывает о своем статусе. Тактика сработала, и теперь малыш у нее. А вожак внимательно следит за другими самцами, и не допускает, чтобы те обзавелись союзниками. Ведь так его власть может закончиться. У макак даже взгляд может стать причиной схватки. Такой неотрывный взгляд – прямой вызов вожаку. Клыки в два с половиной сантиметра могут нанести серьезное увечье. Матери подбирают детенышей и отходят с ними подальше. Если претендент победит, то может убить всех детенышей альфа-самца. Но время власти не прошло зря, и у вожака есть союзники. Это надежный тыл, и они загоняют наглеца на край ветки. Он проиграл, и его исключат из стай. После такой драки весь клан собирается и восстанавливает дружеские узы. Но иногда побеждает захватчик, и он может устроить настоящий террор в клане. Этот молодой макак тоже чем-то не понравился самцу, и он безжалостно кусает его. Хорошо, что здесь вмешался человек, но такие случаи не редкость. Всего несколько секунд хватает самцу, чтобы острыми клыками нанести тяжелое увечье. Эта самка лишилась глаза. Хотя и малышам тоже может доставаться в подобных схватках. Посмотрите, как небрежно самец таскает его за хвост, и при этом не забывает драться. Да и мамы тоже могут жестко обходиться с детенышами, так что иногда бывает такое. Видимо, у этого детеныша травма позвоночника, и у него парализованы ноги. Но силы передних конечностей хватает, чтобы вцепиться в мать, и она уносит его на дерево. При этом на обезьяну нападают другие члены клана. На это больно смотреть, но детеныш удерживается на груди матери, и они остаются вместе. Правда, выживет ли этот малыш – большой вопрос. Ведь даже не имея травм, более 30% детенышей не доживают до года. Особенно, если у матери низкий статус. Тем не менее, это очень умные и хитрые животные. И они знают, что нужно воровать у туристов. Макаки целенаправленно стараются стащить очки или телефоны у людей. А благодаря своей ловкости сделать это проще простого. Но зачем им такая техника? Оказывается, они поняли, что люди готовы отдать все за свою вещь, и обезьяны меняют ее только на то, что им действительно нравится. Например, банан не подойдет. А вот шоколадка уже лучше. При этом попытаться отнять силы может быть себе дороже, ведь макаки крайне раздражительны. Они даже просто так могут попытаться укусить человека. Этой девушке очень повезло. И толкать их точно не стоит. Этот парень так быстро убегал, что оставил обезьяне свой тапок. А на этом видео макака атаковала мотоциклиста. Вообще нельзя делать резких движений, когда тебя облепляют эти приматы. И макаки, как видим, успешно этим пользуются. Особенно, если рядом с ними стоит девушка. Полин, Полин. Зови на пол. Ты можешь. И даже интеллигентные японские макаки не отстают от своих собратьев. Эти бандиты могут останавливать даже грузовые машины, что уж говорить о легковых. Они способны даже угнать велосипед. Посмотрите, как уверенно обезьяна катается на нем. Однако и у них есть враги, и крупные змеи могут поймать одну из макак. Видимо, они не понимают, что вместе легко бы распустили эту змею на ремни. То же самое касается и варанов, которым удается поймать молодых неосторожных макак. Те же, кто избегал серьезных драк и был осторожен, удается дожить до 15-20 лет в дикой природе, что считается довольно неплохим результатом. Вот такие дерзкие и вспыльчивые оказались эти небольшие обезьяны. Надеюсь, было интересно и ролик вам понравился. Тогда не поленитесь оценить его. Пишите в комментариях, про кого рассказать в следующий раз. Подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещения. Увидимся через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok